Ольга Минаева-Погорелец. Ее квартира в Наволоках сгорела в 2016. С тех пор женщина пытается получить от местной мэрии компенсацию. Не удается. И вот теперь пошли мытарства. Оплачивать он не хочет, потому что отписывается, что у него нет денег в бюджете, что на 2018 год в бюджет не заложены деньги для выплаты. Подождите до 2019. А 22 апреля у него срок заканчивается. Независимая экспертиза оценила жилье в 420 тысяч рублей. Мэрия предложила сумму в 10 раз меньше, оценив оставшиеся после пожара доски и прикинув их стоимость. Естественно, Ольга не согласилась. Сняли экспертизу с остатков стройматериалов дома после пожара. Для использования его в коммерческих целях. Оценили в 240 тысяч. И на мою квартиру выделили 45. Это очень много. Если на 12 квартир разделить, то по 20 тысяч. А мне 45 целых выделили. Полтора года и десятки тысяч нервных клеток спустя решение было вынесено. Суд встал на сторону женщины. Но в казначействе бумаги и суда не приняли. Говорят, не та формулировка. Нужно было написать «взыскать», а указано «возместить». В чем разница, только юристам известно. Да, погорельцам на Руси всегда помогали. В этот раз материальная помощь 8 тысяч, конечно, она встала в горле. Потом просила помочь хотя бы как-то оплачивать съемное жилье. Сказали, что российским законам это не предусмотрено. Помощь погорельцам на усмотрение руководства муниципалитета. В наволоках гражданке Минаевой выдали 8 тысяч рублей. Чтобы получить помощь от соцзащиты, нужно быть малоимущим. Тогда единовременная выплата составит около 19 тысяч рублей. Тоже невеликие деньги. Единовременная денежная выплата предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одинокопроживающим гражданам. Что для этого необходимо? В первую очередь гражданин должен обратиться с заявлением в территориальный орган управления социальной защиты и представить необходимый пакет документов. Что значит малоимущая семья? Это семья или гражданин. Доходы по независимым от него причинам составляют ниже величины прожиточного минимума. Сгоревший дом должны были расселить еще в 2015. В 2016 он сгорел. Мэрия наволок отмечает. Денег в бюджете нет. Ждут решения суда. Тогда и думать будут. Ольга Минаева же планирует обращаться в прокуратуру и выяснять, кто же виноват в том, что она уже полтора года не может получить законной компенсации и вынуждена жить у родственников или на съемном жилье.